Геннадий пишет. Уважаемый Михаэль, вы говорите, что у животных инстинкты, а у нас чувства. Нет, я подобрал щенка, он замерзал под забором, а у нас в Архангельске морозы безжалостные. Принес его домой, накормил и оставил. Я пока не женат, мне 22 года, учусь, работаю. Я попал в больницу неожиданно с перитонитом. После операции не мог двигаться и только на четвертый день услышал, что какая-то дворняга умирает перед забором больниц. Ее отгоняли, она возвращается, кормили, не ест. Я сразу понял, что это мой Гоша. Попросил, чтобы меня вывели к нему. Картину эту я не забуду никогда. Лежит он худющий, три тарелки с едой вокруг него. Увидел меня и заплакал. Честное слово, он плакал, и я плакал. Я пишу вам сейчас, они умеют любить, Михаэль, они умеют любить. Мы не умеем так, как они. Конечно, в этом я с ним согласен. Какой, а? Это животные демонстрируют такие чувства, которые человек не в состоянии отыскать в себе, выдавить из себя. Да, это точно. Для чего нам это показывают, что они умеют любить, а мы нет. Вот смотрите, какой вывод он сделал такой. Есть даже такие фильмы, как «Слёзы верблюдиц» и что-то такое. Ты не видел? Нет, не видел. А, вот стоит посмотреть. То есть, у них какая-то чистота есть, да? Вот чистота. Естественно, естественно. Поэтому мы тянемся так, да, вот к домашним животным, к этим, вот так вот, к теплу. Мы чувствуем искренность. И нас это подкупает. Да. Это великая сила. А когда мы понимаем, что мы такими быть не можем, вот что это даёт нам? Ну, не можем бы быть такими. Вот, к сожалению, человек – это не животное. Не животное. Мы говорим «животное», а на самом деле он не животное. Нет. Это всё… Ну, не знаю, как сказать. Мы можем приблизиться, вот хотя бы приблизиться вот к такой вот… Нет, нет, нет. Нам не позволят наши мозги, наши чувства, извращённые всякие… Расчёты, да, наши? Да, это всё… То есть, у животного нет расчёта? Я просто вот… Нет, нет, нет. Вот видишь, он бы сдох бы там. Да, он бы сдох там, точно. То есть, я вот… Это мой хозяин, и я его люблю. Вот там, я не знаю, что там в голове у него. Вот так вот, да, и всё. А у нас, да, что вот если я тут замёрзну, если я здесь там, я должен есть, а у животных этого нет. Понятно, а к чему же мы всё-таки придём в результате нашего развития вот этого вот… В результате нашего развития… Расчётливого. Мы приходим к самому-самому простому состоянию, когда… Ну, возлюби ближнего, как себя. Как ты назовёшь это по-другому. И тогда всё устраивается хорошо. Потому что, как себя, у тебя есть пример, и ближний перед тобой тоже есть. Как к этому прийти, такой вопрос. В возлюби ближнего, как себя. Да, это необходимо. Очень сильное разочарование в своей природе. И завидовать тем вот животным, которые могут это ощутить. Представляешь ту собачку, которая умирала от того, что не чувствовала, что она близка к своему другу, даже не хочу сказать хозяину. Да. И сейчас, когда он вышел к ней, какова её радость. Это вообще такого счастья. Когда человек может вообще ощутить такое? То есть мы такие осколки счастья всё время какие-то ощущаем, а это даже несчастье, да? Да, да. А в животном мире оно есть. Осколки счастья.